Иван Кушеверский игрок клуба «Карельские медведи» и тренер по хоккею. Первая команда появилась у него в 17 лет с легкой руки собственного тренера Николая Хохлина. И вот новый вызов – женская команда «Вега». С момента создания в 2019 году ее тренирует Иван Кушеверский. Какие женские качества помогают добиваться успеха в хоккее? И что важнее в этом виде спорта – руки или ноги? Об этом не только рассказывает Иван Кушеверский, новый герой проекта «Современники». Марина! Марина, что вы делаете? Марина, что вы делаете? Я вас, наверное, огорчу, но в любой спортивной игре главное не ноги, не руки, а главное – голова. Если у человека есть голова, то он может играть и в футбол, и в хоккей, и в баскетбол, и в волейбол, в любой вид спорта, в любой игровой вид спорта. Потому что если голова, к сожалению, не варит, человек настроен только на бег или только на прыжки, соответственно, успехов в играх он не добьется. То есть все идет от головы. Если человек понимает смысл игры, любой игры спортивной, там, начиная от шахмат, заканчивая, там, футболом, хоккея, то у него получится 100%. То есть он не будет, там, добиваться каких-то высот, но он в любой игре, в настольном теннисе, да, есть такая байка про Анатолия Владимировича Тарасова. Его пригласил корреспондент, у нас известный самый тренер, основоположник хоккея. Его один из корреспондентов пригласил на интервью, и у них в редакции газеты стоял теннисный стол. И он сказал, давайте вот там, у нас есть пять минут, поиграем. Начали играть, и корреспондент понял, что Анатолий Владимирович Тарасов в настольный теннис вообще не играл никогда. То есть он начал там, обыграл его раз, два, три, но Тарасов, он великий тактик, соответственно, с головой у него было все в порядке, и он прошел такую тактику, что вынудил этого корреспондента, который играл гораздо лучше его, все-таки проиграть, потому что отбивал все в одно место, понял, нашел его слабое место, и, соответственно, рано или там через какой-то определенный промежуток времени он просто выиграл, потому что голова работала, голова соображала, и вот за счет головы он выиграл. Я поступил на первый курс, мне было, соответственно, наверное, 17 лет, и я в 17 лет стал тренером. Там, насколько я знаю, там можно быть педагогом или тренером с 18 лет, да, но тогда это 92-93 год, там законы менялись очень быстро, не исполнялись не так четко, но вот тогда я в 17 лет начал тренировать. У меня отец, он тоже педагог, он всю жизнь почти работал преподавателем физкультуры и тренером по борьбе, но вот, скажем так, я думаю, что основной мотив, чтобы пойти по стопам отца, шел не от отца, вот именно от тренера, от Николая Игоревича, поэтому он мой крестный отец в педагогике, я думаю, в спортивной точно. Музыка Музыка Мы, честно говоря, когда ехали сюда и думали, думали, что будет нам немножко полегче. Музыка Очень хорошая команда, играют в пас, бросают. Самое, что приятное, они и девочкам дают поиграть, то есть не смотрят на счет, да, и дают девчонкам поиграть, и вратак там хорошие получают, поэтому очень хороший хоккей, нам очень нравится. Надеемся, что в втором периоде будет то же самое. Поустали? Музыка Немножко, немножко, да. Без замены играть тяжело, но я думаю, что еще на 20 минут хватит времени. Я бы сказал так, мне бы хотелось, чтобы они стали жестче, и вот когда мы поехали на Лигу женского хоккей в феврале, я наконец-то увидел такие моменты у девочек, на которых я уже, скажем, считал, что они уже не смогут проявить какие-то такие жесткие волевые качества, но они молодцы, они перебороли ситуацию, да, и там смогли дать небольшой отпор, когда соперницы были немножко и крупнее, и может быть, да, где-то и позлее по-спортивному, да, и они могли завестись, и помогли завестись, и в том числе, благодаря вот этим качествам, таким жесткости, они смогли даже счет сравнять и занять третье место. Но это, скажем так, это не какая-то там драка или что-то такие потасовки, да, но это вот просто такая хорошая спортивная злость, когда надо перешагнуть через «не могу», через «не хочу», может быть, через какие-то даже слезы, когда тебя там где-то немножко подтолкнули, да, где-то уронили, но вот переступить через это и забить голы – это очень важно, в хоккее это очень важно, без этого нельзя. Они же приходят на тренировки в 6 утра перед рабочим днем, то есть это тоже для девушек же надо встать спокойно, привести себя в порядок, и потом с чувством и с толком идти на работу. Они приходят, многие там у нас приходят на тренировки по 10-15 человек, и они в 6 утра встают и приходят и говорят, Иван, если есть возможность, мы готовы там и два раза в неделю еще приходить по утрам, поэтому у них тяга к хоккею, тяга к игре огромная. И вот еще я говорил и два года назад, что вот по сравнению с ребятами, которых иногда приходится заставлять что-то делать, и малышей, и вот Елисея, там сын, иногда приходится говорить, что для чего это нужно делать, девушкам этого говорить не надо, потому что они делают. Может быть не всегда делают это так, как надо делать, потому что в силу определенных там физических ограничений, да, девушки отличаются от мужчин, но вот в плане самоотдачи как бы они молодцы, никаких вопросов нет. В прошлом году я учился в Питере, есть такая программа очень хорошая «Добрый лед», и, соответственно, как бы писал работу по женскому хоккею, там по истории какие, некоторые вопросы там физиологически тоже исследовал. Считается, что женщины, они более выносливые, чем мужчины, то есть вот они способны выполнять определенную работу дольше, чем мужчины. Мужчины быстро, в том числе и эмоционально устают, и, соответственно, у них качество работы теряется. Женщины в этом плане, они могут более долго продолжительную работу выполнять, и вот у нас тренировки, мужчины тренируют сейчас в основном час, там час 15, у нас из-за того, что у нас только одна тренировка, мы тренируемся полтора часа, и, соответственно, они вот эти полтора часа, они выдерживают полностью и тренируются без потери, скажем так, качества работы. Мне кажется, здесь задача, не задача, а цель тренера, может быть, даже его главная цель, да, чтобы человек, который пришел в его вид спорта, чтобы он его полюбил, пусть он не станет там хоккеистом, но чтобы он его полюбил, и он понял, что этот вид спорта интересный. И хоккей, вот мне кажется, один из таких видов спорта, где успеха определенного может добиться любой, и маленький, и большой, и быстрый, и медленный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На данный момент занимается хоккеем один. Вот Елисей, ему 9 лет, скоро будет 10, он занимается хоккеем один. Подрастает Миша, ему исполнилось 3 годика. Дочке 19 лет, ну, она несколько тренировок посетила нашей женской команды, но как-то ее это не заинтересовало. Она уже в таком возрасте была, что у нее были немножко другие интересы, там уже не спорт. Она больше склонна к режиссерству, к операторской деятельности. Она там снимает небольшие фильмы, поэтому вот она в хоккее, наверное, скажем так, равнодушна. Раньше мы хоть смотрели матчи хоккея, но только с Елисеем. Но вот сейчас Елисей уехал на неделю в Астрахань на золотую шайбу, на финал соревнований российских. Первый раз он так далеко от нас уехал, и мы, скажем так, были без него. И золотая шайба сделала трансляцию соревнований. Почти так же, как вот в КХЛ или на каких-то больших соревнованиях с комментатором, с повторами. И жена настолько рьяно болела за Елисея, за команду, за его, что я даже, честно говоря, не ожидал. Потому что там столько эмоций было, она говорила, что у меня сейчас сердце выскочит, потому что переживала за сына, переживала за команду, за результат, за команду. То есть я смотрел, как профессионал, там смотрел, какие-то нюансы подмечал, да, а она вот с такими эмоциями прямо кричала, болела. Прям пыталась свои флюиды какие-то донести до него через две с половиной тысячи километров. Очень активное болезнь оказалась, я даже не ожидал такого. Вот такая в Петрозаводске есть любовь к хоккею. Наверное, сама игра и виновата в этом. Не исключено, что могут быть и другие причины. Скоро будут новые герои, наши современники. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова